Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian. Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. У микрофона Виктория Станкеева. Сегодня мы поговорим о том, как экономить на продуктах первой необходимости. И для начала мы послушаем материал про коллективные покупки, что это такое. Мы также обратились к русскоязычным жителям Австралии с вопросом о том, как они экономят на продуктах и товарах первой необходимости. Коллективные покупки. Новый тренд, который люди используют, чтобы сократить свои счета за продукты. Они объединяют усилия для экономии своего ежедневного продуктового бюджета. И это помогает им экономить деньги. Но, однако, это не единственное преимущество коллективных покупок. Сообразительные покупатели объединяются для покупок продуктов, чтобы уменьшить счета на фоне кризиса стоимости жизни в Австралии. В рамках растущей тенденции люди, занимающиеся коллективными покупками, говорят, что это обходится им вдвое дешевле, чем покупки индивидуально в супермаркете. В приложениях для обмена сообщениями, таких как WhatsApp, люди объединяются в группы, состоящие в основном из друзей, родственников и соседей. Они вместе обсуждают свои двухнедельные потребности свежих продуктов. Итак, как же работают коллективные покупки? Сумшар Ани, пенсионерка-мигрантка из Индии, живущая в Мельбурне, является членом одной из таких групп, которые обычно остаются небольшими по логистическим причинам. «Наша группа WhatsApp объединяет три семьи на нашей улице, и у нас есть список тех, кто каждые две недели ходит за покупками для нашей группы», рассказывает она в интервью SBS News. «Мы записываем в чате наши потребности, и покупатель на две недели составляет список и отправляется с этим списком на рынок Данделонг, и там делает покупки для всех». Ранни рассказала, что коллективные покупки помогают участникам каждый раз экономить немало денег. Вместо того, чтобы платить за килограмм свежих продуктов в супермаркетах, они платят за целые коробки, ящики и даже мешки на местном фермерском рынке. Затем, соответственно, делят стоимость на всех. Нам не нужно ждать, пока в супермаркетах появятся специальные предложения, чтобы сэкономить наши деньги. Для нас каждый раз это продукты со скидками. Получается, что покупки, которые обходятся, например, 50 долларов для отдельного человека в одном из крупных супермаркетов, может стоить для группы менее половины от этой цены. Несмотря на то, что Ранни недавно переехала в Австралию, она не обращает внимания на рост цен на продукты питания здесь. «Когда я переехала сюда, бананы можно было купить в супермаркетах примерно за 2 доллара за килограмм», рассказывает она. «Сегодня бананы продаются по цене более 4 долларов за килограмм. То же самое касается цветной капусты. Я была в шоке, увидев, что пару месяцев назад ее продавали по 7 долларов за штуку». Последние ежемесячные данные австралийского бюро статистики, опубликованные 28 августа, показали, что стоимость фруктов и овощей выросла на 7,5% за 12 месяцев до июля, по сравнению с 3,6% в июне. Однако на цену фруктов и овощей могут влиять и сезонные факторы. И австралийское бюро статистики считает их неустойчивыми товарами, поскольку изменения цен могут быть частыми. Кэти Фишер, коммерческий директор благотворительной организации по оказанию помощи голодающим Фудбэнк Астрелия, рассказывает, что заметила растущую тенденцию. «Мы видим, как люди собираются вместе, чтобы объединить ресурсы для покупки еды», рассказывает она. Эта тенденция также наблюдается среди студентов высших учебных заведений Виктории, которые учатся в ТЭЙФ и университетах. Они живут вместе и готовят вместе, чтобы контролировать расходы увеличивающейся стоимости жизни. Фишер рассказала, что эти студенты в большом количестве обращаются в свои учебные заведения и к благотворительным партнерам Фудбэнк за продовольственной помощью. «Кусум Шарма, который также живет в Мельбурне, считает, что коллективные покупки также полезны и для окружающей среды. Поскольку нам больше не нужно ездить в супермаркеты, чтобы совершать индивидуальные поездки за покупками, мы экономим и на топливе», рассказал Шарма. Это также существенно сокращает количество упаковочных отходов из-за объемной упаковки на фермерских рынках. «У нас есть шанс поддержать местный маленький бизнес, а не вкладывать деньги в корпоративных гигантов, которыми являются супермаркеты. Ранни рассказала, что создание чувства общности и продовольственной безопасности дает дополнительные преимущества, которые предоставляются им бесплатно. Когда я переехала в Австралию в прошлом году, у меня здесь не было друзей, рассказывает она. Мой сын и невестка заняты своей карьерой, и мы проводим время вместе только по выходным. Но теперь, благодаря этой группе, я приобрела новых друзей в новой стране и также продолжаю работать». Мы также обратились к русскоязычным жителям Австралии с вопросом о том, как они экономят на продуктах и товарах первой необходимости в связи с ухудшением финансовой ситуации в стране. На одежде мы в основном покупаем онлайн. У нас есть несколько веб-сайтов, и они присылают, когда у них есть распродажи. Я стараюсь покупать одежду так. Но женские сайты – это в основном изи-бай. Но пользуются сэн и темой. Мне не нравятся эти сайты, честно скажу. Изи-бай меня больше устраивает. А продукты, честно скажу, мясо и рыбу я покупаю на холлсейлах в наших районах. Я специально туда езжу. Там гораздо дешевле мясо и куры, и такое мясо, типа говядина, свинина. И рыбу я езжу в рыбную лавку в Мариквилле. Типа она как похожа на фиш-маркет, но она не фиш-маркет, она именно только для продажи. И там довольно приличные цены, и мне нравятся и качества, и свежие. Овощи. Есть тоже несколько магазинов, которые я знаю, где подешевле овощей. У нас на Маругле есть Грингроса, Харис Фамм иногда делает хорошие дискаунты. И в Рубеле есть такой магазин, он называется Фрут Волл. И там тоже, кстати, там бывают иногда русские продукты, там есть европейские продукты. И, в общем-то, да, я катаюсь вот так вот, чтобы сэкономить. В Колсе я беру только самое необходимое, типа туалетную бумагу, полотенца. Есть у нас еще Алдин в Рубре, иногда вот мука, соль, сахар. Могу посоветовать, что вот такие вот базовые продукты в Алдине намного дешевле стоят. А на электроэнергии как экономите на счетах? Ну, я не могу сказать, что мы сильно экономим, потому что у нас маленькие дети. И зимой мы грелись, и не могли себе этого, так сказать. Но стараемся на ночь отключать бак, если не нужно горячую воду. В принципе, горячая вода нужна только для мытья вручную, чуть-чуть посуды и душа. Поэтому, в общем-то, он подключен как офф-пик. Вот, и вот на этом немножко стараемся сэкономить. Я экономил всегда, даже когда и проблем с деньгами не было, по привычке. Ну, например, я просто в каждом магазине выбрал что-то есть у них такое, что дешево и при этом качественно. Например, в Алдии, вот скажем, там много фиговых продуктов. Вот, например, там можно купить отличную ветчину по 18 копейками долларов. Настоящая копченая на дыму, ветчина вкусная, без жира, без костей. Ну, для тех, кто любит без сала, без... Вот я люблю без сала. Соки в Улвардсе и Коулсе дешевые, под их маркой. Овощи. То есть я, если вижу, овощи дешевые продаются подешевле. Там, скажем, капуста по 3 бакса. Я ее беру. Если дорогая, то я беру замороженные продукты. Вот. Ну, на самом деле, там, в принципе, если брать бруссельскую всякую замороженную, там тоже дорогая. Где-то 6 баксов за килограмм. А так как овощи, в принципе, я, ну, без разницы, что ты ешь, как бы, если ты не гурман, дешевые овощи берешь. Ну, вот, например, замороженные зеленые бобы. Они очень дешево стоят. Что-то там 2 доллара или дешевле за килограмм. А, например, вещи. Где покупаете вещи? Как тоже выбираете? Ну, я очень спартанский человек, поэтому в Кеймарте достаточно все, что-то бывает нормальное. Но там нужно выбирать, да. В Кеймарте не все хорошее. Некоторые вещи плохо сидят. В Кермарте я обратил внимание, что не стоит брать хэбэшные вещи, потому что они очень быстро выцветают. А так как у меня нет аллергии на синтетику, я предпочитаю синтетику. Расскажите, как вы экономите в наше сегодняшнее непростое время? К сожалению, это получается очень сложно. В нашей семье из трех человек плюс собака. Например, для собаки приходится покупать онлайн в магазинах. То есть там или, например, в интернете, в гугле получается искать, что где дешевле. И тогда уже, например, лекарства от клещей, от червячков. То есть вот такие вещи можно, в принципе, найти на веб-сайтах онлайн. И тогда заказывается онлайн по более дешевой цене. Продукты, ну, продукты, не знаю, Ауди, наверное, самые дешевые из всех. Но даже они сейчас стали по ценам такие же, как в Уорс и Колс. Раз в неделю с подругой ездим в Костка. И уже там закупаемся, не знаю, такими большими бакбилами, большими пачками, чтобы выходило подешевле. Но приходится складировать какие-то продукты. Те, которые, например, не пропорчащиеся, их можно купить в Костка, да, большими количествами. Сыр. Там точно можно купить сыр. Например, язбек наш любимый. Получается 15 долларов где-то за килограмм, если я не ошибаюсь. Что еще? Не знаю, бумажная полотенца, которую мы пользуем. Туалетная бумага, как-то вот так, вот такие вещи. А порошок стиральный, не знаю, зубная паста, в принципе, вот такие. Ботовая химия, я бы сказала, в большей степени. Так как продукты все-таки, не знаю, фарш или мясо, оно достаточно быстро портится. И поэтому и морозилки забивать тоже не особо хочется. Не знаю, у меня морозилка не очень большая. Нам столько не нужно на троих, поэтому нет, не всегда получается покупать именно такие продукты. Экономить можно, в общем-то, довольно просто. Я живу в Сиднее. У нас есть Харрис Фарм. В общем-то, он во многих городах тоже есть. У них есть такая секция, называется, я ее называю Green Area, зеленая зона. Но вообще это imperfect фрукты. И еще у нас есть discounted фрукты и овощи, и рыба, и мясо, и молоко, и все другие продукты, которые немножко начинают, когда истекать, так, срок годности еще до того, как настечет. Можно купить там 20% скидка, 30%, 50%. И они замечательно вкусные, хорошие, тоже огромная помощь. Также я делаю шоппинг second-hand shops, вот Red Cross, Lifeline и какие там еще бывают. Это очень помогает. Вот, например, даже буквально вчера я купила три свитера кашемировые, 30 долларов за штуку, и два из них даже с бирочками. Их никто никогда не одевал, на них стенечки стоят из магазина. Приучила также у меня мамы, пенсионерка здесь живет, Сиднея тоже, дочка работает. Я их тоже приучила, они, в общем, пользуются, вся наша семья этим пользуется, и, ну, наверное, мы экономим, ну, очень серьезные деньги. Действительно серьезные деньги на одежду, на еде. Я мама у троих детей, вместе с мужем мы работаем. Дети ходят в школу, школа платная, и также у нас есть ребенок, который ходит в детский сад. Как вы в последнее время стали экономить? Может быть, что-то вместе с кем-то объединяетесь, покупаете продукты, ездите на рынок? Расскажите об этом. Я ездила на рынок, да, было время, когда я ездила на рынок. Я действительно нашла, что это помогает как-то справиться с расходами на еду, на большую семью. После, когда я стала работать, рынок закончился, и я стала использовать доставку как фанки-фуд. Это овощи и фрукты, которые привозят вам домой. В принципе, они не то, что очень экономят деньги, но они хорошо экономят время и дают какую-то небольшую скидку. Также я стала больше мониторить скидки просто в магазине, чего я раньше не делала. Какими-то приложениями я не пользуюсь, но муж пользуется приложениями для бензина. А что это за приложение, расскажите. Я точно не знаю, но я знаю, например, в нашем районе есть определенные заправки, которые всегда продают бензин или дизель немножко дешевле. То есть раньше мы никогда вообще не обращали внимания, сейчас мы стали на это внимание обращать. Спасибо. А еще, может быть, где-то игрушки покупаете на каких-то более дешевых сайтах или где-то? Игрушки я бы не сказала, потому что у нас как бы много игрушек есть от старших детей. Это я не считаю даже расходами. Но, например, какие-то канцтовары или мелкие товары для дома я, например, покупаю на китайском сайте Тимул. А с электроэнергией со счетами как? С электроэнергией счета занимается мой муж, поэтому я ответить не могу. Но мы тоже мониторим всегда и находим какие-то более выгодные сделки. Но компании названия сказать я не могу. Материал подготовлен Викторией Астанкеевой и Ручикой Талвар из SBS News. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова